За полсотни перевалило количество отравившихся во Львове. Больницы четвертый день принимают новых пациентов. Тем временем продавцу, у которой все пострадавшие покупали рыбу, грозит тюремный срок. Оказалось, она торговала этим продуктом без разрешения уже много лет. Почему спохватились только сейчас? Разбиралась Галина Якушко. Третий день Максим на больничной койке. Два раза в день ему ставят капельницу и дают антибиотики. Бабушка малыша рассказывает, накануне ребенок съел рыбу. Через несколько часов ему и еще пяти членам семьи стало плохо. С похожими симптомами во Львовской областной инфекционной больнице оказались 57 человек. Среди них шестеро детей. Все они отведали копченую рыбу. Врачи говорят, такого массового отравления не было давно. Те, которые имеют скарги на нудо, таблювание, отримают всю необходимую ряду, электролиты, через катетеры, до которого подключаются инфузийные ростины, которые довольным шляхом вводятся в организм. Скумбрию горячего копчения, которое вызвало отравление, пострадавшие покупали на привокзальном рынке в мясном павильоне. Сегодня место, где продавали рыбу, накрыто пленкой. Продавца здесь нету с субботы. Коллеги-продавщицы рассказали, женщина торгует на рынке уже более 15 лет. Ее основной товар – специи. Но иногда она коптила и продавала рыбу. Жалоб от покупателей якобы не было. В администрации рынка сообщили, у продавца не было разрешения на торговлю рыбой. Она числя с реализатором, а собственник торгового места о дополнительном заработке своей сотрудницы якобы не знал. Сейчас будет посиленный контроль с нашей стороны от людей, которые привозят товар. Санитарные книжки, условия, на которых люди тут торгуют, потому что часть людей у нас находится незаконно, и никаких документов они не имеют. Мы сейчас будем это все проверять. Мы выбрали на лабораторном исследовании две пробы, и сегодня еще дополнительно. Это уже из домашних условий были выбраны, и пока что они не вернулись. Но, насколько мне известно, как бы нашли гуртинку, где этот реализатор брал рыбу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных норм, которые привели к тяжелым последствиям. Виновником лезет до 8 лет тюрьмы. Галина Якушкина, Голубинка. Подробности телекно Интер-Львовская область.